В году, наверное, в 98 или 99, когда компания ЦИСК уже активно работала на территории Российской Федерации, многие заказчики у нас спрашивали, ну когда же у вас будет сертифицированная ФСБ-криптография? Съездил я в Соединенные Штаты, мне сказали, Миша, ну если тебе так нужна сертифицированная ФСБ-криптография, привози сюда библиотеки, мы все встроим, и она у тебя будет. Окрыленно я вернулся в Россию и понял, что встроить-то можно, но еще это надо каким-то образом сертифицировать. И после этого мы много лет анализировали возможность, каким бы образом можно было сделать сертифицированное ФСБ-решение с предоставлением российских заказчиков всего набора того сервиса, который есть в наших маршрутизаторных платформах. Постепенно анализируя разные возможности по сертификации, мы пришли к выводу, что надо делать аппаратный модуль, на который можно будет загружать российское программное обеспечение. И долго убеждали компанию ЦИСКО, что реально сделать модуль, на который будет грузиться программное обеспечение третьих фирм, еще это будет работать, еще это будет нормально обслуживаться. Компания ЦИСКО хорошо сказала, ну давайте сделаем пилотик такой. И вот этот пилот был сделан. Этот пилот привел к двум интересным эффектам. То есть первое, в какие-то моменты этот модуль был самым продаваемым модулем из тех, которые встраивались в маршрутизаторы компании ЦИСКО поколения ISR-1 и маршрутизаторов второго поколения ISR-G2. А также компания ЦИСКО поняла, что заказчики действительно хотят встраивать свои приложения внутрь маршрутизаторов. И после этого начали появляться новые сервисные платформы. То есть, по сути дела, то, что мы сейчас наблюдаем, во-первых, нам удалось сильно повлиять на подход компании ЦИСКО по добавлению приложений непосредственно в нашу коммуникационную инфраструктуру. И это было успешное добавление. Ну а дальше, вот тоже, как вы обратили внимание по беспроводным точкам доступа и прочее, у нас производство такое, оно не замершее. А мы вот запустили одну линию, а потом, по мере того, как компания ЦИСКО выпускает новые продукты в рамках этой линии, мы тоже мигрируем в наше производство с точки зрения выпуска здесь новейших линеек. И, по сути дела, то же самое произошло с модулем. Вместо старого модуля, который мы выпустили достаточно давно, здесь локальное производство начало в 2011 году, мы сейчас выпускаем новое поколение. Чем принципиально отличается новое поколение от старого? Ну, понятно, гораздо более высокая производительность, гораздо больший функционал. И еще один важный момент. Так как теперь это уже опробованное решение, то компания ЦИСКО пошла по пути работы не только с одним производителем программного обеспечения, компанией СТР, которая наш многолетний партнер, но и по пути работы с другими производителями защитного программного обеспечения, которые можно грубенько определить на четыре основные категории. Первая категория, которая важна, особенно сейчас, это доверие непосредственно само по себе к аппаратной платформе. Это важно для многих применений, это касается и госучреждений, это касается и сейчас, как вы знаете, очень большая тема, это обеспечение безопасности в сетях управления производством. Тема СУТП сейчас очень активно поднимается, так называемый 31 приказ ВСТЭКа. Следующая тема, это, конечно, расширенная поддержка VPN, приложения, я правильно скажу, почему расширенная, но на самом деле сейчас прям скажу. Идея очень проста. Вы сами прекрасно представляете, что VPN рынок, если смотреть на него, то есть рынок шифрованных виртуальных частных сетей, он не совсем рынок. То есть если вот один заказчик использует решение какого-то одного производителя, особенно если это крупный заказчик, он уже не будет мигрировать на решение другого производителя. Во-первых, российские решения между собой в большинстве своем несовместимы. Во-вторых, надо менять еще всю структуру управления. То есть поэтому, если уже один заказчик какого-то производителя VPN выбрал, он, скорее всего, будет смотреть на нем всю жизнь, если не произойдет ничего экзотического. Поэтому работа с одним VPN-производителем не позволяла нам покрыть полный спектр наших заказчиков, которые хотели бы воспользоваться всеми преимуществами интеграции. Ну и следующая тема, если уж мы начали интегрировать приложения безопасности в наши аппаратные платформы, то почему бы не интегрировать и расширенные приложения безопасности, которые тоже сейчас пользуются весьма большим спросом. Итак, в результате что мы имеем? Значит, первое, мы имеем, что с точки зрения обеспечения доверия к платформе, первое, она, эта платформа, производится на территории Российской Федерации. Это одно из ключевых вещей, после чего мы можем говорить о том, что туда можно ставить какое-то доверенное и сертифицированное российское программное обеспечение. Также, один из наших технологических партнеров компании, Elvis+, разработала дополнительный, так называемый, доверенный аппаратный модуль, который, на самом деле, использует внутреннюю архитектуру модуля и позволяет в защищенном режиме разворачивать и контролировать на модуле разнообразные операционные системы, включая функции виртуализации и, соответственно, приложения, контролируя их целостность в том числе и при необходимости обеспечивая шифрование критических данных на диске модуля. Это первый вариант, то есть повышение доверия непосредственно к самому модулю. Дальше, с точки зрения поддержки VPN-производителей, в дополнение к хорошо известному и популярному на рынке решению компании Estera, мы также добавили решения таких производителей, как Infotex, тоже весьма популярная компания, и продукт Dionys, компании FactorTest, который очень широко применяется в различных госучреждениях. Ну а с точки зрения расширенных сервисов, мы тоже добавили то, что наиболее востребовано. Во-первых, это сертифицированная в России система обнаружения и предотвращения вторжений от компании Infotex, потому что, опять же, это требует сейчас большого количества нормативных документов применения таких сертификатов. Ну а следующая вещь, как мы с вами знаем, злоумышленники-то пользуются тем же, чем мы активнее всего пользуемся, то есть веб-ресурсами. И поэтому сейчас опять новый всплеск активности на рынке так называемых продуктов, межсетевых экранов для веб-приложений. Английский термин с вами прекрасно знаем – Web Application Firewall. И, естественно, когда наш давний технологический партнер, компания Positive Technologies, предложила нам интегрировать их Web Application Firewall внутрь нашей инфраструктуры, мы не могли отказаться. Итак, что у нас есть? Первый, как я уже сказал, это модуль обеспечения доверия, включая доверенную загрузку, защиту операционной системы, средовиртуализации приложений и их данных, которые мы делаем совместно с компанией Elvis+. Это решение CSP VPN от нашего технологического партнера компании Estera, которое обеспечивает разные типы постоянной VPN, начиная от защиты мобильных клиентов, их подключения, защищенного корпоративной сети и заканчивая защитой высокопроизводительных каналов между центрами обработки данных. Это детально проработанное совместное решение с компанией Factor Test, то есть видим, да, не просто, как это, модуль с софтом, а детально проработанное архитектурное решение по обеспечению безопасности в российских государственных учреждениях и два совместных проекта с компанией InfoTex. Это система обнаружения вторжений, которая либо уже была сертифицирована, либо в ближайшее время ожидается сертификация по линии ФСБ, и это будет одна из весьма немногих систем обнаружения предотвращения вторжений, сертифицированных именно ФСБ. и модуль, и их программное обеспечение випнет-координатор, который активно используется в рамках системы межведомственного взаимодействия. Это один из стандартных продуктов, который там применяется, и теперь эта технология может быть интегрирована непосредственно внутрь нашей маршрутизирующей инфраструктуры. Ну и говоря о межсетевом экране для веб-приложений компании Positive Technologies, здесь важно сказать, что на самом деле это не просто защита веб-приложений, которые либо не совсем корректно написаны, либо не совсем корректно настроены, либо злоумышленники нашли какую-то дыру, это еще и интеллектуальная интеграция с системой анализа уязвимости конкретного ресурса и информационной базой о наиболее актуальных атаках. То есть тот продукт, который позволяет обеспечить действительно эффективную защиту любых веб-ресурсов и других приложений от самых современных или только-только появившихся угроз. И мы надеемся, что вот такое расширение спектра защитного программного обеспечения, которое мы предлагаем на нашем новом модуле, мы уже не называем его модуль VPN, мы называем его уже, как сказал Андрей, сервисный модуль, и такое широкое развитие именно приложения безопасности на нем позволит большему количеству заказчиков воспользоваться преимуществами интеграции, в том числе обеспечивая внедрение передовых российских технологий, а также то, что для нас и для наших заказчиков очень важно, в соответствии с российской нормативной базой в области обеспечения информационной безопасности. Вот, пожалуй, то, что я хотел вам рассказать о тех новых приложениях, которые мы сейчас предлагаем совместно с нашей новой сервисной платформой, и, в принципе, у нас есть ряд интересных проектов и с другими российскими технологическими компаниями по добавлению их продуктов и сервисов внутрь нашей инфраструктуры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова